Бархатный эфир нового утра продолжается. И сейчас мы хотим поделиться с вами необычайно вкусным тортом. Правда, к сожалению, только на картинках. Внимание на экран. Вот этот торт называется красный бархат. Он очень красивый. Я думаю, что если вы угостите своих коллег вот таким замечательным кусочком торта, можете рассчитывать на их поддержку и внимание целую неделю. А секрет такого насыщенного цвета в обыкновенном красном гелевом пищевом красителе... Ты так аппетитно рассказываешь. Очень аппетитно. Про краситель. На самом деле вкус торта очень нежный. Для того, чтобы он получился таким нежным, нужно добавить в бисквит всего лишь ложечку какао. Ну а если случайно кусочек такого торта упал на ваше любимое бархатное платье, не расстраивайтесь, есть способ исправить даже такую, казалось бы, безвыходную ситуацию. Чистка бархатных вещей – занятие непростое. Чтобы привести вещь в порядок, нужно придерживаться определенных правил. Лучше всего бархатную вещь отнести в химчистку. И тогда специалисты все сделают за вас. Но вернуть ткани прежний вид можно и дома. Только нужно быть предельно аккуратным. Бархатные вещи не рекомендуется стирать. Это может привести к порче изделия. Натуральный шелковый бархат, его не стирают вообще, его дают в химчистку. Конечно, существует ряд способов в домашних условиях, как, например, почистить натуральный шелк. Но они могут в итоге привести к тому, что вопрос, точно так же, 30-40 градусов. Также изделия с пятном можно разложить на ровной поверхности. Смочить мягкую щетку в мыльном растворе и аккуратно, легкими движениями удалить загрязнение. После этого оставить вещь до полного высыхания. Затем губкой стряхнуть остатки мыла и сухой щеткой расчесать ткань, чтобы вернуть ворсу первоначальную красоту. Если нужно, чтобы мокрое место высохло быстрее, нужно воспользоваться феном. Для того, чтобы устранить заломы и потертости, тоже есть несколько советов от эксперта. В таких случаях рекомендуют, наливают, например, в ванну просто горячую воду или берут большую кастрюлю, нагревают воду и над ванной вешают вещь прямо на плечиках, чтобы на несколько минут расправился ворс. Также можно взять мягкую щёточку и его сначала против ворса щёточкой хорошенько разгладить, чтобы ворс приподнялся в тех местах, где он был заломан. А затем, наоборот, щёточкой причесывают по ворсу, чтобы он уже стал гладким и блестящим, как и до этого. Для того, чтобы избежать образования заломов, рекомендуется не складывать одежду, а вывешивать на плечики. Так вещь из бархата надолго сохранит свой первоначальный вид. Если воспоминания об отпуске никак не дают вам сосредоточиться на работе, а погода за окном ничем не может порадовать, самое время посвятить вечер чему-нибудь прекрасному и зарядиться энергией искусства. 17 сентября Омская филармония открывает новый сезон. Сегодня у нас в гостях директор Омской филармонии Андрей Чувашов и художественный руководитель и главный дирижер Омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев. Доброе утро! Доброе утро! Ну и первый вопрос, конечно, хочется узнать, что будет нового, интересного, фееричного в новом сезоне в Омской филармонии? Ну, в новом сезоне, конечно, мы постарались сделать максимально на самую широкую публику программу. Запущены абонементы, абонементы, посвященные всем нашим коллективам, в первую очередь, оркестр, хор, камерный оркестр, духовой, солисты. Но также будут у нас приезжие артисты, это звезды, виртуозы Москвы. У нас очень много будут с оркестром участвовать практически все лауреаты конкурса, прошедшего Чайковского. Ну вот, открываем наш сезон знаменитым баритоном Василий Ладюк приедет на открытие симфонического сезона. Ну вот Василий Ладюк, звезда мировой величины, он будет открывать сезон вместе с симфоническим оркестром. А сложно было вообще добиться приезда такой звезды в Омск. Как долго велись переговоры? Ну, конечно, такие люди, как Василий Ладюк, это звезды. У них график расписан на 3 на 4 года. То есть, в принципе, с нашей стороны, со стороны менеджмента, преднена очень серьезная работа, чтобы там добиться, чтобы он приехал в Омск. Ну, а творческая составляющая, думаю, Дмитрий Владимирович сейчас расскажет, насколько это будет интересно работать с такой звездой. Нет, работать, конечно, будет интересно. Потому что... Такого уровня музыканты всегда предлагают, во-первых, какие-то неожиданные трактовки, но, во-вторых, звучание всегда предлагает какое-то необычное, качественное... Поэтому, конечно, интересно. Вот. Надеюсь, это также будет интересно и публике. Вы знаете, у звезд поп-музыки всегда есть райдер какой-то, да? Какие-то свои требования. Вот у Василия Ладюка есть какое-нибудь требование к оркестру? Ну, естественно. Чтобы там трубы были золотые. Нет, я думаю, что тот райдер по качеству симфонического оркестра мы выполняем с лихвой, поскольку тут у него претензий не будет. Трубы, на самом деле, золотые. Дирижер замечательный. Оркестр уникальный. И зал тоже один из лучших. И зал один из лучших. Это вообще... Мы покрываем абсолютно все запросы всех. Ну, а зрители бриллиантовые, мне кажется. Зрители бриллиантовые. А что касается бытовых вещей, то есть, ну, они, я скажу так, они скромнее намного, нежели там звезды поп-музыки. На сайте Омской филармонии написано, что после концертов и концертного зала состоится встреча, творческая встреча Василия Ладюка со зрителями. Что это будет? Может быть, какой-нибудь мастер-класс по вокалу или просто встреча со зрителями без бабочки, так сказать, легкое общение какое-то? Ну, как правило, слушатели хотят узнать что-нибудь об артисте такой интересной, его из личной жизни. То есть, я думаю, это просто будет живое общение. И будет в режиме вопроса двери. Да, общаться, увидеть его близко. Потрогать. Внутренний мир узнать его. Фотографировать. А можно будет фотографировать? Конечно, конечно. Здорово. А есть, кстати, билеты еще на этот концерт прекрасные? На этот концерт билеты достаточно хорошо покупаются, расходятся. Сейчас еще есть в продаже, но динамика такова, что, по-моему, нам так кажется, к самому концерту к 17-му числу будет аншлаг. Сколько уже? Самый минимум остается. Но, несмотря на это, специально для программы «Утро» мы преподносим билет на два, пригласить на два места. Наташа, мы идем в филармонию 17-го числа. Вы можете воспользоваться, можете передать вашим телезрителям. В качестве презента. Я думаю, что мы поступим честно и разыграем эти билеты. Тогда с вас вопрос. Если вы знаете, что дирижер обычно дирижирует... Палочкой. Палочкой. Такой вопрос. Чем дирижировал руководитель оркестра 300 лет назад? 300 лет тому назад. Надо окониться в истории. Итак, повторяю вопрос. Чем дирижировал дирижер 300 лет тому назад? Да? Получается, что служила первая дирижерская палочка? Свои ответы присылайте в нашу группу ВКонтакте. Мы с удовольствием все варианты примем, рассмотрим. И кто-то обязательно пойдет на концерт в Омской филармонию. И услышать чарующий бархатный баритон Василия Ладюка. Ну а прямо сейчас у нас в студии обладательница не менее прекрасного голоса, солистка Омской филармонии Надежда Комарова с музыкальным подарком для Нового утра и вас. Ну а мы с Антоном Болботом с вами прощаемся. Всего вам самого доброго и удачного дня. Увидимся завтра. Пока. Всегда играют и поют И льется песня Свободна звонка И в степи уносит Легкой напев Цыган играет Поет цыганка И в дуре И вдоль В селене вдоль Степной дороги Цыган парень полюбил И сердце полуное тревоги ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ